Девушки отдыхают Доброй ночи! Меня зовут Ольга и это программа «Слухи». Наша программа существует для того, чтобы доказывать или опровергать какой-либо слух. Жизнь носит свои коррективы. И первое, о чем мы хотим вам рассказать, это, скорее всего, не слух, а проблема, которая произошла пару дней назад в столовой, героем которой стал обычный кот. Не такой уж он плохой, мам, папа, он хороший. Ну за что вы так его, ни за что его не брошу. Не ругайте вы меня, не судите слишком строго. Пожалей меня, родня, подожди еще немного. Пока нас полностью игнорируют. Никто почему-то не подходит. Но мы будем усиленно ждать. Скажите нам, пожалуйста, хоть вы, с чем связано то, что сегодня у нас для кофе или какао, вот оно с какими-то хлопьями? Не знаю, но это не ко мне, это в зампроизводстве. А вот у нее, мы как-то кричим, а у нас... Здесь ответа мы не получили. Будем ждать еще кого-нибудь, нам сможет ответить на этот вопрос. Скажи мне, пожалуйста, сегодня в столовой какое-то чудо-напиток. Сам пробовал его? Не, ну я вообще-то не решился. Ну, точнее как, я попробовал и сказал, что больше не могу сам себе. Это просто невозможно ответить. А с чем это связано? Что говорят повару? Повара нас уверили в том, что это отборное молоко, добавленное непонятно в что, правда, не смогли объяснить. Мы решили их позвать и дать им попробовать самим этот чудо-напиток. Как-то вроде попробовали, но по выражениям их лиц можно было прочитать, что его пить невозможно. Бороться с этим каким образом стоит? Ну, сегодня мы им устроили разгон по полной программе, и думаю, уже завтра все будет хорошо. Вообще, они решили больше нас не поить таким напитком, они решили поить нас чаем. Да? Ну, ты знаешь, я думаю, что чай это будет лучший вариант. Господа повара, чай это лучший вариант. Не надо нам готовить такие чудо-напитки. Спасибо. Спасибо. Да, сегодня напоили безумно клевым напитком. Конечно, я выпил весь стакан, и поэтому, если сегодня старшего комиссара не будет, вы знаете, к кому нужно обратиться. Нет, ну, напиток мне очень понравился так, но я его просто пить не рискнул. Что? Ну, обычный напиток, не знаю. Мне как-то выпила и не заметила. Нас интересует такой вопрос, что происходило сегодня в столовой, и что это было за чудо-напиток? Мне кажется, что это называется... Данный момент у нас лук. Посмотрим, чем закончится это сегодня. Не такой уж он плохой. Ну, за что вы так его, ни за что его не брошу. Не ругайте вы меня. Не сходите слишком строго. Пожали меня до дня, подожди еще немного. Девушка, скажите нам, пожалуйста, а что такое произошло сегодня в утром с кофе? То есть, вот, я вверху не знаю. Я работаю на зале, я только разложу. То есть, ну, вы же так видели, может, это молоко свернулось, или что? То есть, вот, посиди по этим хлопьям. Не знаю, но приправили, я творить не знаю. Ром, ну, ситуация нормализовалась в обед? Ну, как видите, все гораздо лучше стало. Вот тут, видите, у нас сок теперь есть. Пробовал? Да, очень хорошо. Вкусно? Да, понравилось. Очень хорошо. Надеемся, так дальше и будет. Но, если что, вы всегда обратитесь к нам. Конечно, конечно. Большое вам спасибо. Из достоверных источников нам стало известно, что все заключалось в слегка противном молоке, которое было добавлено в горячий гофе, где моментально свернулось. Работники кухни постеснялись об этом публичной признацией. А вы помните, что программа слухи может оказаться даже в вашей тарелке. В лагере ходят много слухов. Первый наш слух о том, что в первом кроме собрана вся творческая молодежь, которая приезжает уже не первый год, а второй и третий профиль поделили детишек младшим возрастом и которые приехали всего лишь первый раз. Ходят упорные слухи о том, что списки были составлены то ли случайно, то ли специально, то ли по ошибке. Мы постараемся опровергнуть вам это слово. Я считаю, что это нечестно. Я с этой ситуацией столкнулась, собственно говоря, в поезде. То есть нас не было, мы ехали в поезде, мне пришла смс о том, что, Ален, у нас все формируется по возрастам. Писали дети причем. То есть никто из комиссаров, там ни руководитель профиля, никто ничего не позвонил, никто ничего не сказал. Честно, как бы я была в шоке. Я так и понимаю, что люди, знающие, легко могут выиграть первый профиль просто тропом. Да. Согласитесь, когда детям 17-18 лет, даже девочки, они сильнее физически, чем дети, которым трясутся 14 лет. Ну, в общем, по-моему, я хочу сказать как. Вообще, я же не присутствовала на распределении детей. Вот. Я приехала, как бы, я любой список приняла бы как данность, потому что я бы сказала только пожелание уйти двух человек из стариков у себя. Остальных я, как бы, какого корму мне дадут, того я и хотела взять. То есть, может, это какой-то эксперимент, может, еще что-то. Или просто вот так вот захотелось. Нет, ну, как, естественно, с какой-то целью было сделано. Возможно, чтобы посмотреть, как получится, если детей разделить в профиль на макер по возрасту. Что из этого получится? По большому счету, третий, второй профиль, ну, третий особенно профиль, молодцы. И они нас еще сделают не раз. Ничего не понимаю. Слухов стало еще больше. Думаю, точку поставит руководитель сборов Николай Петрович Сенченко. Если так, подвести всему этому этапу, то есть, это такой, скажем, эксперимент. Да, это педагогический эксперимент. Вот в таких условиях. Скажем, сейчас пытаться, например, к первому профилю добавлять ребят 13-летних, понятно, что возникнут проблемы. Точно так же, как и мешать остальных ребятам мы не хотели этого, потому что мы видим, что есть психологические возраста, которые оказывают воздействие на ребенка. И находясь со старшими, ребенок не очень-то хорошо чувствует. Не все, конечно. Но определенная часть, да. Все. Все, это что-то не должно. Итак, как мы выяснили, это на самом деле оказался простой педагогический эксперимент. Это была программа «Слухи». Надеюсь, до завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова